Привет! Этот монстр из мутных речных глубин настолько крут, что способен справиться с огромным кайманом. Электрическому угрю не нужны мощные клыки и челюсти. Вместо этого он может с нескольких метров ударить настолько мощным разрядом тока, что способен остановить сердце хищника в несколько раз крупнее себя. Что это за уголь? Речь идет о действительно огромной рыбе, которая может вырастать до двух с половиной метров. Она обладает упругим, гибким телом с гладкой кожей, но при этом все-таки не является близкой родственницей настоящим угрям. В действительности наш герой представитель отряда гимнатообразных. Но независимо от родственных связей электрический угрь удивляет необычной внешностью. Ведь его тело имеет довольно специфическую форму с толстой головой и сужающимся хвостом. Вес электрического угря может достигать 20 килограммов. Если ты любишь рыбалку, для тебя улов такого размера может быть настоящим праздником. Но поверь, если ты окажешься на рыбалке в бассейне Амазонки или Оренока, узнав кое-что о суперсилах этой рыбы, ты не захочешь, чтобы такой монстр попал на твой крючок. Вдоль туловища электрического угря находятся особые мышечные клетки, которые как будто модифицированы под нужды этого создания. Эти клетки обладают разностью потенциалов, а потому могут генерировать электрический ток. Максимальное напряжение, которое способно выдать взрослая крупная рыба, достигает порядка тысячи вольт. То есть удар током от одной рыбы почти в пятеро сильнее, чем от домашней электросети. Но самое удивительное – это как именно электрический угрь пользуется своей возможностью превратиться в электрогенератор. И если ты думаешь, что ключевой является роль оружия, ты удивишься. Дело в том, что электрический угрь – рыба с весьма плохим зрением. В мутной воде Амазонки или Оренока ее противники не обладают над ней преимуществом. Но ведь как-то ориентироваться в пространстве нужно, не так ли? Так вот, угрь разработал уникальный способ сканировать окружающее пространство, напоминающий эхолокацию летучих мышей. Рыба посылает вокруг себя слабый удар током напряжением всего 10 вольт. Волны отражаются от препятствий. Угрь принимает этот сигнал и понимает, какие преграды есть на его пути. Нет ни одной рыбы с развитым интеллектом, но изучая электрических угрей, понимаешь – отношения к ним стоит пересмотреть. Ведь свою способность генерировать электрический ток они используют для общения. Конечно, это не язык, и сигналы, которыми обмениваются угри, крайне примитивны, но такой способ общения среди представителей дикой природы уникальный. На охоте электрический угрь свою способность генерировать ток тоже применяет, но не только как оружие, а еще и как метод поиска добычи. В мутной воде жертва угря обычно применяет одну нехитрую тактику – замирает, когда поблизости хищник, и старается не привлекать к себе внимания. Но угрь в ответ разработал способ охоты – он генерирует пару-тройку сильных импульсов. Ток не обязательно причиняет жертве большой урон, но заставляет мышцы любой рыбы сокращаться. Это сразу выдает ее место расположения. Электрический угрь способен плавать на скорости около 8 км в час. Учитывая гибкость его змеиного тела, это позволяет рыбке молниеносно броситься за добычей, которая выдала себя, и схватить ее. Конечно, угрь помогает себе еще и целой серии ударов электричеством, которые обездвиживают и шокируют жертву. Как известно, вода – отличный проводник электрического тока. Благодаря этому зона поражения угря охватывает радиус около 3 метров вокруг рыбы. Максимальная частота ударов током достигает 400 в секунду. Учитывая напряжение, частоту и силу тока, атака угря может парализовать даже крупное животное в радиусе досягаемости. При этом и сам угрь, который использует электрошок, и его собратья, оказавшиеся поблизости, защищены от удара током. Эффективным изолятором выступает гладкая кожа. Но и сами клетки, продуцирующие электричество в теле рыбы, надежно изолированы от более чувствительных внутренних органов. И вот сейчас речь заходит о главном, о самом эпичном способе использовать свой электрошок, то есть о противостоянии с огромными хищниками. Лишенные чешуи кожа электрического угря и челюсти без огромных острых зубов делают рыбу легкой добычей в глазах таких чудовищ Южной Америки, как черных кайманов. Их длина достигает 4 метров при весе 300 килограммов. Мощь этой рептилии огромна, но все-таки главным оружием является пасть с десятками острых клыков. А прочные толстые чешуйки защищают практически все тело рептилии, так что даже ее главный враг, ягуар, должен дважды подумать перед тем, как броситься в атаку. Но электрический угрь отказывается стать добычей даже для такого монстра. Рыба посылает в тело врага сотни ударов электричеством. Со стороны легко заметить, как тело каймана содрогается в ужасных конвульсиях. Внешних эффектов вроде искры ли разрядов нет, но так даже еще более пугающе. Ведь огромный хищник кажется просто замер и начал дергаться. А рыба, вместо того, чтобы попытаться сбежать, атакует противника снова и снова. Угарь наползает на каймана вплотную для максимального эффекта. И можно уверенно сказать, что такой отпор отпугнет даже агрессивного каймана. И действительно, как только удары током перестают мучить рептилию и сковывать ее мускулы в конвульсиях, присмыкающаяся в панике бежит с поля боя. Вообще, угарь не может бить током постоянно и без перерыва, ему нужен отдых. То есть, если кайман не отступит, рыба после короткой паузы вновь возобновит атаку. И это может просто остановить сердце рептилии. Но если ты думаешь, что вытащив угря из воды, можно лишить его пугающей суперсилы, то это, конечно, не так. Угарь не способен метать разряды электричества по воздуху, но его кожа остается источником чудовищного напряжения. Даже небольшой угарь способен вызвать у собаки, которая хочет полакомиться добычей на суше, настоящий болевой шок. Даже жалко бедного пса, он вряд ли когда-либо переживал нечто подобное. Люди редко страдают от нападений этой рыбы. Но в объектив камеры попало несколько эпизодов, когда силу тока электрического угря недооценили. Повезло, что эти столкновения случались на мелководье и были кратковременными. Люди сильно не пострадали. Но силу удара током и болевой шок легко оценить хотя бы потому, как человека в четверо, в пятеро тяжелее самого крупного угря отбрасывает прочь. Даже если человек почти не находился в воде, соприкасание с кожей угря – верный способ заработать боль в поврежденной конечности на пару часов или даже дней. Если же рыбак находится хотя бы на глубине в полметра, электрический импульс сводит все его мышцы и заставляет упасть в воду, как беспомощную деревянную колоду. Повезло, что лицо мужчины осталось над водой. Что ты думаешь о рыбе с такой уникальной способностью? Поделись своим мнением в комментариях, ставь лайк и расскажи, о чем хочешь посмотреть будущие сюжеты. А также подписывайся на наш канал!